Знаете, какая в Китае сейчас самая-самая такая перспективная работа для иностранца? Это архитекторы. Вот я только что поговорил с молодыми ребятами, 25 лет, 26 лет, и у некоторых из них есть свои здания в крупных городах Китая. Это очень-очень круто. Вот представьте себе, вы только что закончили университет, приехали в Китай, и в течение года ваш проект утвердили, и вы можете реализовать самые смелые свои фантазии. Те, которые вы бы не смогли реализовать. Они живя в США, Канаде, Европе, тем более не говоря о странах постсоветского пространства, где, в принципе, люди очень-очень традиционные. Но здесь в Китае вы это можете реализовать. Единственная проблема – найти такую работу. Но если постараться, то всегда можно. Главное – знать язык, хотя бы английский, в идеале, конечно, китайский. Но реально, вот сейчас в Китае по-прежнему идет строительный бум, и все шансы есть. Ну, а почему, кстати, по данному вопросу я стал рассказывать? Потому что завтра я иду на выставку искусств. Я совершенно в искусстве ничего не понимаю, но так как там выставляется один из моих друзей, я думаю, это будет интересно. Если честно, человек я не особенно художественный, и в картинах вообще не разбираюсь. Просто я вижу красивую картину, и просто смотрю ее. Я как бы не… Вообще, варс, я вот не понимаю, ни импрессионизм, ни живопись. Просто картина нравится, вот и все. Хотя, конечно, нужно учиться этому, но, блин, так лень. Это манекен. Это тоже похоже на человека. Вот это немножко по качеству и похоже, но все равно рынки прикольные. Класс. У меня есть. Тс-тс-тс. Я тоже. Я тоже. Класс. Я тоже. Я тоже. Я думаю, что вы можете увидеть. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Видишь, какой я старичок уже? Но при этом ты младше меня А это что-то приятное Я еще не такая старая Меня назвали старым Я пошутила, я пошутила Да ладно, я понимаю все Прости, я пошутил Ну ладно, нормально Ну это моя выставка Вот моя работа, моя сделка Надеюсь, данное видео вам понравилось По правде сказать, при его производстве я немножко схалтурил Потому что и на выставке я не сильно снимал Кроме того, очень много видео получилось шеки То есть дрожащим Связано это с тем, что я, наверное, был немножко не в настроении Но вообще основная идея, походу, на эту выставку это была Это поддержать Алену Кстати, если у вас есть вопросы к Алене То оставляйте в комментариях Также если у вас есть вопросы ко мне То оставляйте в комментариях Но если будет много вопросов по поводу Алены То я постараюсь снять видео с ней Потому что она довольно-таки интересный человек Во-первых, она художник Во-вторых, она в Китае уже 7 лет Она очень хорошо говорит на китайском языке Она здесь закончила бакалавриат Сейчас учится на магистратуре При этом она учится на стипендии Что довольно-таки круто в любом случае Что еще? В комментариях я оставлю ссылки на ее инстаграм-профиль Также оставлю ссылку на свой инстаграм-профиль Также будет ссылка на статью, где я писал все оборудование На которое я снимаю Конечно, есть там пару моментов Опять же, это дрожащее видео Это как связано как с моими кривыми руками Так и связано с тем, что мне нужно обновить прошивку этого объектива Но почему-то новой прошивки нет В общем, всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok